Привет, бойцы! С вами проект мой от ICK. В этом видео я тебе покажу нарезочку необычных и интересных бойцов и вида-виденоборств. Что-то похожее на то, что я делал про бесконтактный бой великих мастеров. Кто не видел это видео, сейчас будет ссылочка в подсказках. Это отличное видео получилось. Набрал уже больше миллиона просмотров. В этом видео сделаем нечто похожее. Возможно, некоторые видео ты, конечно, видел, некоторые не видел. Но, думаю, в любом случае, тебе будет интересно узнать и чему-то научиться у этих ребят, которые очень серьезно относятся к своему делу. Итак, в этом видео ты увидишь. Для начала я тебе покажу великих мастеров, которые умеют ломать кости, просто дробят их в порошок. Потом покажу тебе реально, реально классный прием для самообороны на улице. Ну, правда, если ты один на один. Затем ты увидишь верный способ избавиться от любого самого страшного врага. Ну, реально, можно лет на восемь про него забыть. И следующее я тебе покажу супер боевое искусство. Это уже что-то наподобие бесконтактного боя, которое, возможно, ты, конечно, видел. Но для меня оно было очень интересным. Это смертельные медведи. Я его так назвал. Как оно называется на самом деле, я не знаю. Конечно же, я тебе покажу реальный бой мастера, классного мастера Тай Цзи Цюань против Сопляка. Но бой получился очень интересный. Правда, недолгий. Ну и в конце я тебе открою тайну одного древнейшего клана, который существует на Земле уже сотни лет. Но о нем, как бы, все знают. Но мало кто понимает его реальную силу. Это клан реальных алканинцев. Поехали. Итак, сейчас ты увидишь серьезных ребят, очень серьезных, которые очень тяжело работают и серьезно относятся к своему делу. Я уважаю таких ребят, потому что, несмотря на переломанные кости и отбитые головы, они продолжают радовать людей своими выступлениями. Ну, это просто надо оценить. Ты должен понять это, оценить и просто похлопать и поставить лайк за этих пацанов. Смотрим. И с приятным ability. Прямо это видео будет его сейчас что-то будет точно внимательно смотрит столько готовится это надо и как не уважать их ребят вы посмотрите какой это был перелом посмотрите на этих монстров так стать просто среди улиц просто перед ними не бояться так поставить просто серьезным видом обязательно пинт на руку это обязательно это сразу говорит о том что ты крутой поезд вот зря он за руку схватился вот если за руку не схватился как тем вот люди реально его зауважали а так схватился показал шум трещь палец поломался вот этот удар коленом вы наверняка оцените вы посмотрите на этот эпический момент и а он сбивает вы не сбивает просто собор они падают и рассыпаются но потом надо сказать что ты таких хотел сейчас вы увидите реально классный прием для самообороны на улице ну процентов 90 того что он сработает в реальной драки просто для начала надо так притвориться в общем как бы таким ложком да типа все ребята я понял пейте меня я готов к этому удару дайте меня пожалуйста чтобы я осознал свою ошибку и все а дальше вы делаете то что сделает этот парень самый верняк удар между ног а дальше разворот и показываешь спринт 100 метров за 10 секунд то что вы сейчас увидите не каждый способен понять ну просто не каждый способен осознать вследствие своего развития но эти ребята придумали очень четкий способ как реально избавиться от врага лет где-то на 8 10 внимательно смотри ну да что-то понял не совсем еще раз смотрим еще раз заметим говорите своему заядлому врагу приставить нож к своему горлу потому что вы знаете один четкий прием потом берете и своим горлом вокруг ножа полностью разворачиваетесь так чтобы у вас был надрез от уха до уха ну конечно вы после этого не выживете но суть не в этом наша главная цель посадить нашего злейшего врага в тюрягу от 8 до 10 лет за непредумышленное убийство ну вот такой прием отличный показывают на семинарах и даже я думаю учат на тренировках ну сейчас мы познакомимся с реальными ребятами и нереально смертельным видом боевых искусств ну для начала не оценивайте его очень строго очень очень здесь надо просто понять механику но не каждый может это сделать это вам не какой-то бокс это реальные пацаны как видите в камуфляжной форме очень важно во всех крутых единоборствах одевать камуфляжную форму если ты одел камуфляжку это сразу говорит о том что ты спецназ и с тобой шутки плохи вот эта стоечка как видите ну ребята настроены серьезно немножко подсесть надо на ножках как видите руки положить и пошел в раскачку мне это напоминает когда в армии служил я видел я видел его вот такие моменты могут то что вы сейчас видите я видел вот это все где-то в часов в десять после отбоя когда все ложились спать и прапор с офицером вот так ходили именно по наше по расположению подходили к солдатам вот так с кровати вот точно так их поднимали и бросали правда от них воняло водкой все время я не мог понять что это такое и только сейчас глядя на этот вид вид вот это я тоже ну в армии такого конечно у меня не было но я знаю в соседних ротах тоже такое было по ночам любили они вот это дело там поглаживания разное а вот этот парень вот с двумя ветками это вообще бомба то есть вы посмотрите на эту технику то есть для самообороны это самый верняк сидете по парку просто ломаете две веточки и махаете ними как будто полудурок которые отгоняют от себя мух и тут на вас гопники пять человек и вы этими веточками их как мух от себя раз два три раз два три но главное при этом делать серьезную морду и ветками вот вот главная задача вот листьями вот этими попадать в глаза а ветки засовывать в рот тогда ну гопникам будет очень неприятно и они подумают что ну непонятно дети листья там бывали да им станет противно и не от вас отстанут но это единоборство очень классная его реально надо ставить на вооружение в двв спецназ ну а сейчас мы с вами заценим реальный бой реальный бой между бойцом который более 20 лет занимается тайцзи цюань он в белом кимоно назовем его так и против паренька который один год занимается кикбоксингом как видите правила мма да в беспалых перчатках и вообще пара я не понял где полеты где захваты руки где смещение где багуа где движение по восьми точкам еще раз стойка все четко стойка правильное чувство дистанции ну где эти липкие руки где 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 этот захват руки в полете сопровождение вывод из равновесия ну где это ну наконец-то мы с вами подошли очень важному аспекту сейчас вы узнаете секреты великие секреты самого древнего клана который существует уже сотни лет сотни это клан алканинси это один из их вершителей вот вы видите тренировочный бой этих ребят очень страшное когда они работают бой стеню люди просто не могут подходить на расстоянии 10 метров потому что потоки воздуха которые они извергают из рта они просто удерживают на дистанции десятки людей просто десятки также я хотел бы обратить ваше внимание очень хотел бы на подготовку акробатики этих бойцов здесь надо просто смотреть мне ни одни ни одна спортивная гимнастика не в состоянии повторить то что делают эти тигры никто не сможет этого повторить просто из-за того что побоятся я думаю таких мастеров у нас единицы хотя на первый взгляд кажется что такие мастера спят на каждой лавочке да там на вокзале особенно когда зайдешь на вокзал вот там их десятки но это все не они нет это просто прикрытие вы посмотрите на их вертушечки на эти приемы таких единиц и они просто под как бы под свой клан да чтобы их не сразу распознавали они собирают адептов которых тоже как бы как бы это алканиндзи но они не алканиндзи на самом деле их единицей потому что такие трюки можно проделать один раз в жизни ну возможно два и все и больше тебя не соберут поэтому настоящих алканиндзи очень мало их техника уходить от ударов делать всякие элементы раскрутки это все годами тренируются годами в определенной форме сознания то есть просто обычный человек это никогда не сделать нужно входить в особое состояние но я думаю вы меня понимаете очень много людей пытаются в него войти особенно на новый год но они быстро из него выходят там буквально два-три дня и все эти люди могут находиться в этом состоянии неделями или даже месяцами поэтому их нужно уважать это реально огромный труд и большой вред для своего здоровья особенно для печени надеюсь тебе понравилось это видео поэтому пиши в комментариях что тебе больше всего понравилось или может ты знаешь еще более круче ребят или системы единоборств об этом всем пиши в комментариях ставь лайк и подписывайся на канал до встречи в новых видео уроках и занимайтесь спортом видео курс стрит тай неуязвимый уличник узнай как оставаться нетронутым в уличной драке убойную комбинацию а также как работать лоу киком на улице ссылка в описании под видео и